всем привет меня зовут алена и в сегодняшнем видео покажу как я делаю еще несколько вариантов елочных игрушек так что если вам интересно оставайтесь со мной первые игрушки которые я буду делать будут на спилах дерева у нас это сосна и мы напилили ее на спилы размером полтора-два сантиметра они мокрым нужно было высушить сушила я в духовке на очень маленьком огне целый вечер они конечно же треснули и это нормально после того как они высохли они не совсем красивые поэтому я зачищаю все наждачной бумагой и в итоге получаются вот такие красивые ровные спилы я буду сверху делать рисунок выжигателя у меня вот такой и не знаю насколько он хороший или плохой купила в прошлом году первый что был у нас магазине и начинаю выжигать картинку можно перенести при помощи кальки или нарисовать самостоятельно простым карандашом ну а дальше выжигать для себя я вывела такой очень удобный способ я начинаю выжигать точечками постепенно увеличивая их количество где более темные там делаю больше точечек где теней меньше то делаю их намного меньше и так постепенно делаю весь рисунок меня очень сильно вдохновила картинка с наклеек и первым что я пробовала выжигать это был красивый олень если нету выжигателя то конечно же можно это все расписать разрисовать вручную в принципе так изначально я и хотела делать но вспомнила что у меня есть выжигатель остается сделать отверстие и сверху завязать веревочку я не делал больше никакого декора оставила их в таком минимализме и в эко стиле точно так же я делала со всеми следующими своими спилами и у меня получилось вот такое количество игрушек каждую игрушку можно запаковать в отдельную упаковку и подарить для второго варианта я буду делать птичку необходимо будете сделать основу из фольги по поводу самой формы птички тоже можно делать совершенно разным я одну птичку просто скрутила из фольги и вторую делала голову отдельно точно также потом еще добавила хвостик я сделала две формы и буду использовать ту которая поменьше для самого тела птички я хочу использовать бархат у меня оставался кусочки уже как бы нужно бы его использовать чтобы он не валялся приклеиваю полностью все основу из фольги бархатом на термо клей стараюсь обклеивать так чтобы нигде не было никаких складочек срезаю лишнее и основу птички готовым теперь хвост буду использовать перья у меня разные перышки я отобрала те которые подходят по цветам и чтобы хвост все-таки был более пушистым и подлиннее беру кусочек фетра тут тоже форма может быть совершенно любая вашей основы по итогу я немножечко и и еще и срезала делаю полоску по ширине где-то до двух сантиметров и начинаю приклеивать перья и все ссылочки на материалы которые я найду в интернете я вам оставлю и на эту фетровую основу я приклеиваю перышки поднимаясь немножечко выше так на хвостик будет длиннее ну и конечно же смотрите сами хотите вы хвост более пушистые или менее пушистые мне хотелось просто использовать все эти перья чтобы ничего не оставалось и хвост был красивым как я сказала я срезаю немножко лишнего фетра и приклеиваю фетр уже на свою птичку по краям я тоже буду закрывать перышками чтобы спрятать срез сама птичка готова теперь беру пва клей и блестки наношу немножко на сами перья и посыпаю блестками лишнее встряхиваю на лист бумаги и затем убираю снова в баночку мне хочется чтобы птичка еще и блестела все-таки это новогодняя птичка также голову обмазывают пва клеем и засыпая блестками крылья крылья можно сделать из перьев я просто из этого же бархата вырезаю два крыла и на термо клей приклеиваю приклеиваю только переднюю часть сзади оставляю немножко свободным и для декора буду использовать бисер у меня было два оттенка подходящих я просто на крыло немного наношу термо клея и приклеиваю сам но уже после того как я приклеила бисер и там где виден термо клей я наношу пва и посыпаю блестками после того как на голове блестки высохли я рисую глазки при помощи акриловой краски вы часто спрашиваете что это за такой инструмент это дот обычно его используют в маникюре сам клювик я делала из обычной винной пробки вырезала маленький клювик и приклеиваю его по краям тоже еще немножко посыпаю блестками чтобы все было ровно и аккуратно ну в принципе моя птичка готова остается сделать подвес можно сделать как сверху веревочку также и снизу обычные зажимы которые используют для детских заколок ну и последняя игрушка на сегодня у меня будет маленькие гномики которые можно как повесить на елку точно также просто и посадить где-нибудь рядышком первое чего начала это делать сапожки сапожки я делала из фетра толщиной 1 миллиметр это китайский фетр и он жесткий сшиваю сапожки и вовнутрь заполняю синтепоном можно использовать любой наполнитель оставляя сверху где-то миллиметра 4 не заполненного там будем вклеивать дальше веревочки сама снова беру колпачок от краски просто вырезала круг и уже к этой основе я подбираю конус кстати я нарисовала все-таки шаблон поэтому ссылочку на шаблон тоже оставляю вам в описании все к заготовке вырезали теперь сшивая сначала я сшиваю конус по краю кстати фетр шить просто одно удовольствие сшиваю где-то на миллиметра 2 дальше добавляя снизу наш круг наше основание и точно так же заполняю и и шнурочка для макраме можно использовать совершенно любой толстый шнур я буду делать длинные ножки на концах я завязываю узелки и срезаю лишнее затем сапог наливаю термо клей и вклеиваю туда шнурочек так получается аккуратные ножки теперь сами ножки нужно приклеить к туловищу приклеиваю я сверху ровненько друг возле дружки на расстоянии а где-то один полтора сантиметра сверху я сразу же решила еще приклеить веревочку для того чтобы потом свою гновика подвешивать и в принципе все основа готова остается только декорировать шапочку для своего гномика я буду делать из красного бархата ну а бороду из меха мех я покупаю в магазинах ткани он есть совершенно разные у меня длинношерстный отрезаю нужный кусочек и приклеиваю бороду кстати при желании можно не делать гномиков точно таким же образом можно сверху сделать каком-нибудь интересного эльфа или бархат я решила склеивать склеиваю шапочку и вырезаем шапочка ваша должна быть по размеру больше чем сам конус тогда будет выглядеть все красиво я одну шапочку немножко испортила сделав ее слишком сильно в облипку поэтому пришлось переделать сверху при склеивании оставляю маленькую дырочку для того чтобы потом туда продеть шнурочек надеваю шапочку на своего гномика делаю снизу складочки и снизу подклеиваю я кстати этот момент не сняла также я приклеил еще маленький носик и из бусины ну и задекорировать своего гномика я решила вот такими маленькими рожками которые сделаны из искусственной кожи ну и сверху добавляю белый помпон все приклеиваю немножечко тонирую носик чтобы он не был таким беленьким и на этом все моя игрушка гном будет готова таким образом можно сделать совершенно разных человечков используя только основу ну и на этом все я надеюсь для вас было интересным и полезным это видео если да ставьте лайк подписывайтесь на мой канал также не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мы следующее видео и до новых встреч пока пока а и а и Продолжение следует...